ребят всех приветствую я забрала сейчас в угол кухни который протек два месяца назад сейчас я шкурю взяла вот такой маленький шкурительный брусок где-то 90 на 40 резиновый шкурочку вставила вот r100 написано на ней у меня на тряпке обычно в леруа в петрович и ребят вот ли стоит 80 рублей вот приблизительно три вот таких шкурочки вы оторвите от руки что мы сейчас делаем мы шкурим вчерашние с вами то что я накладывал тут раствор рок-н-дюит гипсополимерную шпаклёвку быть просохнущую зашкуриваю вот самое главное тут утончить кромку это одно из первых требование чтобы выйти нам вот на тот потолок который был окрашен вот потолок окрашенная вот мы шпаклёвами утончаем кромку первым на первом убираем внутри какие трубцы вот я вижу вот здесь у меня наплыв такой небольшой сейчас я его немножко зашкурила боковой свет поставила и сразу было видно какие-то недоразумения теперь ребят смотрите у меня вот тут вот вот видите щель я ее мазала потолок был старый я мазала здесь герметиком акриловым белым у меня сейчас его при себе нету вот ну зато у меня есть ребят быстро сохнущие шпаклёвки мы делаем с вами быстрый ремонт вот смотрите какие вот от полифила они по 330 рублей стоили в петровичи вот полифила дюлакс для стен и потолков вот это например вот быстро сохнущие до от 0 до 5 миллиметров а вот это от 0 до 12 миллиметров вот эластичная влагостойкая вот то есть что я вот делаю вот например вот быстро сохнущие я ее сейчас выдавлю она видите как подается вот так как зубная паста сюда ее подгоню и на пальчик вот так вот так и сейчас размажу ее вдоль стыка остатки влажной тряпочкой уберу вот так гоню и и тут за трубой замазываю эту щель какой у меня сейчас план у меня в планах сейчас вот зашкурить и прогрунтовать грунтовка глубокого проникновения у меня для быстрых ремонтов быстрые шпаклевки в чем их быстрота от чего они называются быстрыми от того что в них компоненты которые быстро сохнущие не по 6 часов нам надо ждать той же грунтовки там ждать надо 3 часа вот и курилы например они 6 часов как у кнауфа также шпаклевки которые сохнут течение полчаса например а если был герметик он высок 10 минут например я взяла герметик саудал или гермет момент они сохнут акриловой герметики 10 минут они 24 часа или 48 как 100 есть разница 48 часов или 10 минут так убираем ребят излишки и шпаклевки мы конечно закрасим но убираем так это сделали здесь мы зашкурили с вами налила я грунтовку быстросохнущую текурила концентрат валик 10 сантиметров полу пустой этот у меня поддончик вот он пустой и об стеночку я его выжимаю и катаю валиком 10 сантиметров невысокий ворс прокатываю то место которое я шкурила обеспыливаю его и чтобы он схватился закрепил верхний мой слой который я нанесла за эти два дня вот капель таких вот не оставляем растушевываемся никаких капель при грунтовках у вас не оставалось берите нормальные варики когда вы идете уже на финишное покрытие варики которые по диагонали вот так вот склеены будут по диагонали не прямые полоски на них а диагональные диагональные значит он склеен по диагонали и он вам не даст полосы рубцы потому что если вы возьмете валики это всех всех валик касается во первых цвет всегда цвет и полоски говорят для каких вы на каком основании вас будет лак красочная продукция вот там белые например желтыми полосками это герпайнт вот ближе к теме значит валик 10 сантиметров бывает какие еще пять или шесть сантиметров следующие 10 потом 15 потом 20 18 20 и 25 так вот валик которые клееные клееные по диагонали у него такого диагональная нитка которая будет вот один шов у него вот такой будет у них у них нитки прямые его вот он у вас крутанется и вот эта прямая нитка вам даст рубец вот чтобы это мне было диагональное покупать и где диагональный он по диагонали склеим так тут мы с вами намазали шпаклевочка пускай она это быстро сохнуть и сейчас хватится это ребят мы сделали теперь значит что касается вот тут например вот желтизна я сейчас буду красть сейчас я вам покажу какую краску я принесла